мы подошли наверное к последнему ну может быть надо будет добавить я уже несколько раз последний последний урок исправление мира тикун о лам и как вы помните я начал его с того что процитировал петра из я не 3 главы 21 стих в котором петр говорит что еще вернется тогда когда совершится исправление всего понятно мы не знаем точную последовательность и много вещей это только предположение возможно основное изменение случится в момент его нисхождение вниз небес на землю мы не знаем этого но для того чтобы показать видимую объемную картину я использовал три шага вниз которые символизируют деградацию человеческого рода которую которая была вызвана небесами не сатаном я уже говорил про сатана что это более такой собирательный образ не какими-то внешними силами это был человек человек в римлянах 8 главе написано кто может отлучить тебя от любви божией не высота не глубина не силы не так далее но там упоминается одна личность сам человек он может тебя отлучить от любви божией и вот по сути это был фрукт или плоду продукт того что случилось мы не знаем все составляющие и когда я в предыдущих уроках говорил о деградации человеческого рода о трех шагах или трех падениях вниз я делал какие-то предположения какие-то прообразы я сделал три шага вниз если вы захотите и при вашем прочтении писания сделать и хоть 15 но вот как бы я выбрал три это мое субъективное и другими тремя я показывал восстановление сегодня точнее покажу этот последний третий напоминая разрушение общения с богом произошло в эдеме когда адам и хава нарушили заповедь и вкусили от древа познания добра и зла они были выставлены из эдема и как результат их то идеальная коммуникация связь с творцом разрушилась и и человечество деградировало значительно то есть оно стояло там у самого объема всей информации любви чувств всего творца самого и вдруг расстояние потом мы читали о ноевом потопе и я обозначил его как второе значительное падение или деградация человечества когда нарушилась взаимосвязь между человеком как царь всего всего творения и творением нарушила связи я там объяснял я делал некоторые выкладки что до потопа охрают или ответственность человека была одна после потопа сильно сильно уменьшилась и вот это вот как раз и говорит о том что грехи человека после потопа из-за того что он сам деградировал уже разрушающие не влияли на творение третий шаг деградация которая оставила след настолько глубокий что до сегодняшнего дня это все называется книга откровения вавилон то есть в книге откровения только в конце вавилон будет сокрушен помните ангел говорит она два же записано в откровении пал пал вавилон но то что после вавилона случилось человечество сказалось в сконфуженном состоянии человечество оказалось оторванным от истинных горизонтов от истинных целей они оказались без бога у них нарушилась коммуникация внутри человечества и вот этот третий шаг я назвала разрушение связи в человечестве гармонии в человечестве 70 народов рассеялись по всему лицу земли каждый сам себе каждый сам для себя и каждый против другого но вот такая ситуация сложилась там и вот именно такую ситуацию можно по по выражению современному знаем такое выражение дремучие средневековье так на самом деле дремучим был как раз вот тот момент когда после вавилона нации были просто в шоковом состоянии и эмоционально интеллектуально и духовно и физически все деградировала вниз и мы разбирали как через третьих шага деградации и человеческая жизнь сократилась и интеллектуальный объем сократился и естественно сократилась духовная составляющая духовный статус человека про которого даже псалом 8 говорит немного унижен там на и на иврите где-то перед перед элухим на русском ангелом на самом деле там написано слово элухим то есть человек был предназначен к высочайшему статусу мы к этому стиху вернемся в самом конце сегодняшнего разбора но вот это вот я так хочу напомнить и я начал разбирать что когда господь призывает авраама и сначала авраам сам делает шаг я хочу тебя господь и есть масса мидрашей мы не опираемся на мидраши и я уже многократно говорю что использую эти еврейские дополнения чтобы ну где-то подрисовать штрихи писание дает нам все объемлющую информацию и есть также такие книги которые не вошли в канон типа книга юбилеев книга еноха опять-таки не ставлю их ни в коем разе на один уровень с тем священным писанием которого нас есть но не дают нам некоторые подрисовки и это полезно пользоваться подобными подрисовками так вот авраам он сделал шаг по направлению господу богу потом стал слышать глаз господень и по сути авраамом начинается эра которую можно назвать истинная вера или эпоха веры и я даже напоминаю вам я разбирал что в мире есть пророки есть прозорливцы и даже те большие пророки типа исаи языки ли и еремии их лучше назвать на прозорливцы нужно видели грядущие но пророк это больше от слова ниви или лагави ведущий по пути открывающий эпоху и мы видим количество пророче сказанное тем же авраамом тем же мошей и тем же еще но писание называет конкретно их величайшими пророками потому что каждый начинал некую эпоху эпоха авраама это эпоха веры не только авраама мы видим как через авраама господь начинает сужать и направлять все в сторону сначала исхака потом иакова потом 12 патриархов они все проходят и и падение подъемы там случается много казусом много некрасивых историй они живут обычной человеческой жизнью бней адам дети адама по-прежнему дети адама но с определенным призванием и это призвание трансформирует их это вы должны понять она трансформирует их и использует их чтобы раскрывать творца в мире всем и я хочу чтобы вы применили или поняли как применяется молитва который еще учил своих учеников учеников да будет воля твоя на земле как и на небе то есть через авраама воля божья как бы протекала в землю потом через муше намного большим объемом и потом через иешуа пришла и захлестнула мир откровением но грядущее будет еще более славным этого нам важно понимать и вот авраам и мы видим что несмотря даже на то что и цхак там прошел какие-то казус и иаков жизнь иакова катастрофа просто его дети но знаете в еврейской традиции есть такое выражение благословение иакова несмотря что его 12 сыновей на определенном этапе сильно конфликтовали зависть и прочие вещи преступления против ложа отца гнев распря с людьми схема короче говоря там было много чего разумеется продажа иосифа зависть иосифу но в конце мы видим что все собираются вокруг иакова и получают сверхъестественное пророчество для того чтобы продолжить нести эту цепь через которую ответ исправление мира придет в мир в природу исправить все и это называется благословением авраама желаю всем нам всем родителям иметь это благословение авраама и еще раз напоминаю трансформация в людях происходит трансформация если они идут за господом и предыдущая пару уроков которые я посвятил туре значительно меньше времени я говорил о исходе ударовании тары о каких-то нюансов хоть я проследил какие-то наверное значимые места но вы знаете вся тура разбита на недельные главы их толкуют уже четыре тысячи лет и остановиться не могут и толкуют сотни людей тысячи людей еженедельно и толкование от толкования может разниться и все это вместе называется совокупная истина и вот так уж это именно поэтому тара говорят имеет 70 лет но суть тары что когда господь через моше дал уже не семье а огромному многомиллионному народу свои законы уставы и раскрылся для них он и сделал соработниками инструмент божий который вначале локализировался только патриархами как бы маленький скальпель вдруг стал большим инструментом для исправления мира и мы знаем что жизнь израиля посреди всего мира уже под ореолом торы всегда была светом то что еще сказал вы свет и вы соль по сути это все началось того что израиль стал этим светом и солью для всего мира и я повторюсь раскрытие бога в мир через народ просвещенный сверх естественным соприкосновением с творцом стал просто невероятным и люди которые были во тьме и не хотели бы этого видеть ничего этого не видели наоборот они погружались еще более в дремучий антисемитизм но для многих народов через израиль воссиял свет исцеляющий их дарующий им стандарт жизни и приводящих к единому истинному творцу не к тем идолам которые остались в наследии от вавилона но к истине к творцу и вот это от к и бога явления в еврейской традиции и еврейской среде называется цимцум цимцум это лицам всем сжать чего-то то есть это можно поставить между словом цимцум и смирение высшая форма смирения знак равенства или примерно знак равенства и там показано что господь бог пришел к народу написано с одной стороны небеса небес не вмещают его земля подножия ног его но написано бог был на горе синай и старейшины даже видели там что-то и муж встречался лицом к лицу это было такое химилейтед то есть смирение снисхождение творца миров к человеку к одному народу и это было очень значимое позднее нечто подобное повторится в ешуа про которого сказано весь мир не достоин его но он стал посреди нас умолен и презрен и его ни во что не ставили ишь и муж скорбей так говорит исайя 53 голова и так я также говорил что тура провозглашать интересный концепт она говорит что соблюдающий то что она заповедует он становится как бы в балансе с природой я пояснял уже суть туры что она является некой кровью питающей творения и по сути тура или дарование туры можно назвать эпохой восстановления связи или гармонии человека с творением то что было там потеряно во времена ноаха и понятно это тоже не было всеоблюще все объемлющее восстановление но это были как бы определенные задатки зачатки которые начались и начали развиваться и уже конечно потом когда грядущие будет приближаться все это до совокупный плод одна интересная вещь или ремарк который которая крайне значимо к сожалению мало понимаемо еще в народе израиля это второзаконие 18 глава с 15 по 19 стих и здесь есть такие слова пророка из среды тебя из братьев твоих как меня воздвигнет тебе господь бог твой его слушайте так как ты просил у господа бога твоего прихариве в день собрания говоря да не услышу впредь глаза господа бога моего и огня сего великого да не увижу более дабы мне не умереть и сказал мне господь хорошо что они так говорили я воздвигну им пророка из среды братьевью их такого как ты он будет говорить от имени моего а тот кто не послушается того что будет говорить пророк я взыщу суть этих слов примерно такова когда случился цинцум и творец миров предстал в тьме и при звуках шафара невероятное событие на горе синай народ после первого слова испугался и сказал мы не в состоянии переживать вот эту силу и вы знаете это можно сравнить как электростанция выдает огромного огромной мощности ток и ты не можешь вставить напрямую твою твои твои электроприборы подключить туда все сгорит моментально тебе нужен трансформатор но в данном случае народ как бы сказал мы не можем стоять здесь нам нужен трансформатор и писание говорит и сказал мне господь хорошо что они так говорили то 17 стих 18 главы второзакония я дам им трансформатор по сути это пророчество о сыне божьем еще который стал тем самым трансформатором потому что вся полнота творца обитала в нем мы читаем об этом в евангелиях еще один важный момент который оставляет нам тура это священство священство с жертвами то есть инструмент связи с господом богом которого раньше не существовало в обязательном порядке были священники богу тот же был хиседек был таким священником или там были еще какие-то святые люди наверное там и здесь приносили жертвоприношения но здесь она все упорядочилась и направилась чтобы быть подобно тамруру наявите тамруру это указатель указатель к чему-то к чему послание евреям очень четко говорит этот указатель свидетельствовал о том что жертвы и священство в один день должны адаптироваться а подняться апдейт пережить стать более серьезными более вечными и послание евреям поясняет нам о чем там говорится что ешуа с совершенной кровью без нужды искупать себя но принеся ее как первосвященник в небесную скиню вошел короче говоря если авраам раскрыл определенного объема окно света господня во тьму вавилона чтобы прорубить и рассеять ее то муше из этого окна сделал нечто громадное но приход ешуа сделал из этого дела и вообще громадные ворота куда могла произливаться истекать полнота божественного откровения и вот здесь я хочу закончить эту эпоху туры только одной цитатой там где господь говорит народу в книге исход постройте мне скинию а я буду обитать посреди вас то есть там будет и присутствие божие и я так настрою руководство народом ну какой-то прообраз демократии там будут и правильное сбалансированные цари и священники и пророки и и и судьи хоть на самом деле всегда были определенные балаганы в народе но когда вот это вот служение четырех этих позиций царя пророка судьи и священника было сбалансировано через них точно народ распространялась благодать и так мы сегодня говорим о последнем шаге для исправления мира и разумеется он компенсирует тот первый то что адам наломал дров ешуа восстанавливает восстанавливает взаимосвязь человечества с творцом на том до падения уровня или там где-то приблизительно понятно многие из нас очень часто говорят я говорю о небеса мне не отвечают потому что ну не все совершенно в нас но еще показывает что в его случае в его случае отец слышит его он слышит от санды я делаю то что показывает мне отец или то чего не попрошу у отца моего сделать прямая четкая взаимосвязь но он говорит нам и про это записано в иоанна в 20 главе когда женщины видят воскресшего ешуа и пытаются коснуться не касайтесь я вошел к отцу моему и к отцу вашего скажи иди братьям моим я иду к богу моему и богу вашему то есть он при влекает нас в свою команду команду которая имеет прямую связь с творцом и писание на самом деле многократно повторяет эту идею что для тех кто в команде еще и когда я говорю это слово в команде еще это помните я сказал божий народ или анти вавилон или божий народ который противостоит вавилону так вот посреди этого народа по сути еще делает еще одну такую небольшую группу которые пережили дополнительное откровение сути от этого откровения это то 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 тот самый новый завет но вы не в плане абсолютно новый отличающиеся от старого но какие-то вещи из древних постановлений получили дополнительные подпункты допустим жертвы заменились оправдание значительно усилилась священодейство изменилось но прежде чем мы будем больше говорить о том что ешуа сделал я хочу сказать несколько слов о нем и сейчас я скажу наверное вещи которые могут некоторых огорчить но такова уж правда по крайней мере моя субъективная так как я вижу хочу поговорить пару слов о господи ешуа самом и мы знаем все вот эти вот копии которые ломаются в битвах между теми кто говорит о божественности машеха и те кто говорит о том что он человек на которого сошел святой дух и что интересно и та и другая группировка предлагают массу доказательств из писания и та и другая группировка имеют древние корни и это говорит нам о том что эта тема никогда не была ну как бы очень слишком слишком подробно раскрыта священным писанием и я хочу сказать что на самом деле если мы свободны в своей голове то мы можем допускать и ту и другую формулировку если мы если я говорю о себя своей субъективной взгляде на божественность ешуа то я абсолютно верю в божественность машинева я вижу это из самых разных мест священных писаний и я знаете прошу пошли тут такие разговоры что многие мессианские отвергают божественность машеха ну может быть кто-то и отвергает я честно говоря с такими людьми ну как бы может и слышал про кого-то но это единицы я знаю что в числе христиан есть намного больше людей даже даже различных динаминационных лидеров которые почему-то стали вдруг на ком-то этапе говорить что еще он не бог но я как бы я свою мы свою позицию высказал я просто хотел коснуться этой темы вот для чего первых учеников вот это божественность или не божественность по всей по всей видимости вообще не касалась они про эту тему не думали она их не волновало почему потому что еврейский подход к священным писаниям предполагает предназначение кого-либо к чему-либо я вам дам пример вы поймете допустим когда говорят про рыбу которая проглотила иону говорят бог эту рыбу сотворил только вот для этой функции таких рыб наверно в мире больше и нету понятно океан вообще неизведан там на несколько процентов и возможно там есть такие твари про которых мы даже не знаем но так говорят что вот эта рыба была богом сотворена только для того момента чтобы проглотить ион ушел он там заплакал пробыл три дня и она его выпрыгнула оттуда и возможно после этого погибла левиатана бог сотворил только для какой-то функции одной и потом умертвил его то есть кто-то для какой-то функции сотворен так вот я думаю что ученики еще их основное доказательство о чем они говорили к народу израиля слушайте как петр говорит сей самый предназначен для искупления то есть они не касались его божественности или не божественности больше касались его личности что он сделал умер потому за грехи всего народа потому что был предназначен для этого господом знак того что его праведность выше чем все грехи всех людей он воскрес из мертвых он был поднят на небеса и воссел превыше всяких властей сил и вот это было как бы сутью веры первых учеников и они говорили кто верует то есть написано в евангелиях послания кто верует что сей самый есть посланы от господа искупитель и спаситель всего пришедшего плати умеревший воплоти воскресшего плати вознесся на небеса воплоти то есть он исполнил какие-то предназначения индивидуальные которые для него предназначены по и вот как бы подчеркивая все это деяние апостолов говорят ибо нет никакого имени другого под небесами кроме имени ешуа машеха которым надлежало бы спасись послание к евреям говорит подобным же текстом и говорит если раньше бог говорил через пророка вы там через царей или стоит другой то последнее время говорит через сына своего ешуа машеха то есть вот он для нас ключ и вы можете увлекаться чем угодно но без этого ключа все ваши попытки поиски будут безуспешны но вот для меня вот этот момент крайне важен а божественность машина лично я даже больше вывожу не из каких-то цитат нового завета хоть там есть несколько которые очень мощные но больше из того что сказано в торе и в пророках допустим тора третья книга третья глава книги бытия говорит про глаз божий ходящий посреди рая послушайте тот предыдущий урок вы вспомните о чем я говорил и я думаю что и он именно ссылался на эти стихи когда писал в своем евангелии в первой главе в начале было слово и слово было у бога и слово было бог или когда мы читаем притчи восьмую главу там где есть целый эпос описания премудрости божьей я была у господа до того как он сотворил что-то до существования бездны еще не было источников еще ничего не было а я уже родилась прежде павел именно вот эти слова компилирует в послании колоссянам когда говорит что все им для него и через него но для меня вот эти вещи больше указывают о божественности машина хотя ключом наверное является здесь даже не логика а ключом здесь является переживание переживание помните петра еще спрашивает кто я он говорит ты то-то то-то и то-то а еще говорит не плоти кровь тебе открыли отец мой сущий на небесах и вот я думаю вот это вот самое ключевое но для спасения нам нужно принять индивидуальность и спец назначение машиаха но повторюсь в моем личном случае я как бы вообще нет никаких сомнений в божественности машиаха нету окей мы идем дальше важно понять что когда приходит и еще я знаете слышал такое мнением я помню один человек не стал говорить и так достаточно доказывать он говорил да мария она дочь еврейского народа но она была просто пробиркой в которой родился машиах то есть он абсолютно индивиды это абсолютное заблуждение все в израиле указывала на грядущего впоследствии лучшего из сынов израилевых и когда еще приходит то его акцент всего направлен исключительно на израиль исключительно на израиль направлено его служение и мы читаем что когда пророки иеремия в 31 главе в 31 стихе предупреждает что придет новый завет и я наверно повторюсь и скажу даже не вполне новый потому что некоторые слова новый говорят вот старый ушел а здесь все новые обновленные более углубленные расширенные ну вот я уже говорил в каких планах в жертве священстве были там еще некоторые моменты один из самых основных моментов и это наша сила ну просто сильнейшая сила то что участники нового завета подходя господу богу получают в награду что господь не вспоминет наших грехов и преступлений там так и написано не вспомину этого более но ни в коей мере вот этот новый завет не отвергает тору и еще поэтому говорит я не пришел нарушить тору я пришел ее совершить раскрыть вот это исполнить или выполнить правильно искать раскрытие раскрытие всеобъемлющую силу и иеремия говорит 31 главе в 31 так далее с тем с домом израиля и с домом иуды я пришел сделать завет этот обновленный и я просто хотел сказать что когда я слышу что в некоторых церквях говорят вот с нашей первой баптистской или третьей лютеранской или 4 пятидесятнической господь бог заключил новый завет то я говорю в немножко не в тексте говорите потому что текст говорит что с израилем с иудой господь бог через своего сына или через лучшего и сынов израиля как хотите говорите сын божий с и человеческий у него оба статуса есть заключил новый завет и если кто-то из народов хочет присоединиться к этому завету то он должен каким-то образом приблизиться к израилю и в ефесянах эта тема очень классно раскрыта там сказано что выше вы бывшие далеко и стали близки знаете когда я спрашиваю этот вопрос до кого далеко до чего близки люди говорят до бога нет почитайте контекст просто почитайте без очков розовых или желтых или зеленых контекст там сказано вы бывшие далеко от израиля израиль имел обетование законы постановление машиаха во плоти а вы были далеко от всего этого далеки потому что вы были далеки от израиля и приблизившись к израилю вы получаете все это потому что бог дважды машиаха не распинает окей мы идем дальше мы идем дальше и я хочу сейчас обратиться к одному тексту в луке во второй главе который очень интересно раскрывает предназначение ешуа и тут рассказывается с 26 стиха что марию с и взяли младенца пришли в иерусалим они жили в быть летом и это близко от иерусалима они пришли в иерусалим и ребенок на на уже немножко креп подрос там не так далеко но все равно чтобы принести законную жертву обычно это было горлица они были небогатыми людьми богатые могли принести в жертву жертвоприношение ягненка а бедные люди горлицу и такая птичка и голубин голубица ну или как-то так оно говорится и когда они принесли его в храм и встретился шимон про шимона не даже не мессианские не христианские источники рассказывают там и здесь про него есть описание что это был особенный богобоясненный человек с пророческим даром из помазанием на усиленную молитву и вот писание говорят нам лука 2 глава 20 в 28 стих он взял его на руки благословил бога наверно сказал баруха таду на и луэйну мелаха уламу благословенный господь бог зеленый ну так обычно благословляют еврейской среде ныне отпускаешь раба твоего владыка по слову твоему с миром ибо я увидел спасение ешуатеха лука 2 глава 32 стих или 31 32 стих и так слава народа твоего израиля слава или кого-то амеха слава слова к водной иврите она обозначает она происходит от слова к вебели тяжесть и женщины в на востоке вообще не только в израиле но вообще на востоке носили много золотых украшений чтобы в случае кризисных ситуаций потеряли дом я не знаю чего разорился муж погиб кто-то в семье золото могло использоваться для чего-то и вот когда есть выражение слава народа твоего израиля то суть является не какая-то там флаги или что-то а призвание то ради чего народ был сотворен а ешуа говорит я пришел к погибшим в израиле я нужно больные нуждаются во враче я пришел к больным овцам дома израилева чтобы исцелять их и вот здесь как бы раскрывается в этот двоякая миссия машиха свет для язычников и восстановление привести израиль в состояние кондиции почему опять-таки израиль почему только дочку хананьянки и слугу сотника ешуа исцелять и судить очень проста вы знаете чтобы хирург хорошо работал и у него может быть есть томографы и самые крутые оборудования но если его скальпель плохо заточен то все это будет напрасно он не сможет сделать операцию я приведу может быть немножко другой пример и пример машина шикарная машина кого-нибудь я не знаю mercedes или я не знаю что toyota и вы едете и она шикарно и хорошо работает и все вдруг что-то сломалось вы пошли в гараж и вам говорит механик что вот это вот часть в моторе сломалась такой бывает к сожалению иногда и как я вам могу поменять ее вот оригинальная стоит 2000 долларов а вот made in сами знаете где стоит 200 долларов одинаково и все будет хорошо и мы чтобы сэкономить 1800 долларов он говорит давай ставим нам вот эту вот заменитель ставят заменитель и потом машина вроде и едет и скорость есть но все время шум и комфорта уже не чувствуется нету того эффективного и удовольствия и использования короче говоря вот почему ешуа направляет свой удар исправление прежде всего для израиля чтобы этот этот мир касс центр работал хорошо и это абсолютно согласуется с иеремией 31 главой 31 стих и так далее там где сказано с домом израиля заключаю чтобы дом израиля перешел в другую кондицию чтобы приходя перед господом их вина уже была смыта и чтобы они могли функционировать для просвещения или осоления и так далее и потом уже после воскресения из мертвых уже стяг движение в сторону не еврейского населения земли дан и петр начинает дома корнилия потом павел заходит в эти дела но я еще хочу говорить почему про израиль исаия 49 глава почему усилия и шо прежде всего направлены на израиль и об этом говорится в исае 49 5 по 7 стих дважды повторяются одни же эти слова я сотворит образовавший меня господь в раба себе от чрева но это про машиах разумеется он говорит а для какой цели первое обратить к нему я кого обратить это значит чтобы в израиле восстановилась богобоязнь чтобы израиль ну мы понимаем что в сегодняшний век без еще к богу прийти невозможно так как нету других жертвоприношений чтобы израиль просто стал в правильную позицию к творцу и к его сыну и второе чтобы израиль собрался к нему собрался израиль это говорится намеком или не намеком а прямым текстом абалии собраться это вернуться назад в плане вернуться в землю свою и 6 стих повторяет мало того что ты будешь рабом им для восстановления колен и оковлевых то есть восстановление духовного восстановления и возвращения остатка в израиль чтобы рассеянный израиль вернулся на я сделаю тебя светом народов то есть в начале в начале я буду заниматься духовным и физическим состоянием израиля а потом я просвещу народы на самом деле мы конечно не знаем очередностей павел меняет очередность он дает ответ израиль отверг и свет воссиял для всех народов но сейчас другая часть должна исполниться думаю все эти вещи как бы параллельно идут просто пропорции мы слабо видим я хотел показать еще один интересный текст и вы все знаете это местописание шикарно лука 4 глава еще после погружения воду наполненный духом святым идет возвращая и его дух ведет в пустыню для испытания от дьявола я на эту тему немножко размышлял и давал вам какие-то мысли неважно соглашаетесь вы со мною нет но я мысли давал что нас очень часто господь бог проводит через руку врага чтобы испытать нас очистить нас и именно поэтому еще говорит почаще молитесь молитвой да не веди нас во искушение потому что никому это не охота проходить но если бог уже проводит нас то иаков на эту тему говорит с радостью принимайте это то есть уже здесь не сопротивляйтесь а просто ищите у бога терпения мудрости помощи и поступайте правильно короче говоря 14 стиха 4 глава луки иуда еще возвращается в галилею разнеслась о нем молва он учил в синагогах их и от всех был прославляем и пришел в назарет где был воспитан и вошел по обыкновению своему в день субботни в синагогу но вот этот 15 16 стих очень интересная потому что очень часто многие верующие думают что у еще был постоянный халос такой столкновение с фарисеями на самом деле это были определенные группы или какие-то крайние секты фарисеев прошу прощения секты фарисеев которые нападали по делу не по делу сегодня в любом религиозном движении есть подобные группы очень крайних людей очень фанатичных людей к сожалению это все есть и было и будет определенном периоде но основном еще был приглашаем синагоги а синагоги это было молитвенное собрание как бы место которое милят хила самого начала это было место фарисеев то есть фарисеи приглашали его и его образ поучений его образ проповеди его движение все было там воспринимаем потому что если бы он был бы еретиком его бы просто даже бы не позвали туда но вот ему подали книгу пророка исаи и хоть он пришел свой родной город он был гостем в данном случае уже здесь а когда в синагоге читается в шаббат и свитков то читается из книги тара пяти книжей моисеева и читаются те кто местные которые в этой синагоге постоянно гостям часто предлагают прочитать из авторы автора это пророки дополнительная часть схема которую в свое время выстроил эзра и когда он ее выстроил то как бы чтобы через чтение последовательное писание можно было захватить весь за за год пройти писание это по сути обеспечивало серьезное знание слова божьего народом израиля и здесь есть несколько тонкостей и не открывается там прямо вода и не дает тебе книга и говорит вот по листа и откуда хочешь проповедовать эзра тогда разбил все это был текст которого должен был читаться в это время здесь таинство и премудрость от святого духа только подумайте на минутку правильное время правильное место правильное место из писания и правильный и правильная личность приходит читает и когда он читает там просто все трясется потому что он году господа на мне он помазал меня и здесь еще цитирует из шестьдесят первые главы исаи первые стихи первых два с половиной стиха и на самом деле эти стихи говорят помогать сокрушенным сердцем проповедовать пленным освобождение слепым прозрение выпустить измученных на свободу может люди в тюрьме сидят и благовествовать лето господнее благоприятное основной посыл вот этого помазания духом на машиахе чтобы помочь слабым людям и провозгласить новую эпоху но очень часто люди которые не знают стиль чтения священных писаний в еврейских молитвенных домах не понимают что здесь предложено и буквально используют этот текст что в принципе абсолютно правильно с одной стороны потому что здесь дается движение побуждение помогать людям в проблемах я думаю верующие в верующие ученики ешуа должны быть людьми открытого сердца чтобы помочь каждому человеку который нуждается в нужде в любого плана нужде но очень интересно как этот момент видели сидящие в той синагоге в еврейской традиции когда читается из авторы читается всего лишь несколько стихов предполагая что люди там находящиеся знают суть о чем там говорится это вот как песня какая-нибудь ты только припевно поешь его все вокруг уже сразу его знают так и здесь и те кто был в синагоге из этих слов ешуа услышали несколько другой посыл какой посыл а именно пророчество начинается в 60 главе заканчивается 62 и там всего вместе 54 стиха пророчества а здесь публикуется контекст из двух с половиной стихов о чем остальные части пророчества если вы откроете то вы нереально удивитесь почему они говорят о восстановлении сиона от первого до последнего стиха и только вот эта вот ставка что особенный служитель придет чтобы в помазание помогать тем ну можно как вселенским проблемным людям но в основном весь удар на сион заточить скальпель заточить инструмент сосредоточиться по я я почему это говорю потому что к сожалению очень много верующих просто отравлены вот этой теологии замещения когда израиль уже больше не нужен он там будет там может быть последние семь лет а нет это все ерунда без вот этой интеграции с интен и инструментом который бог сделал для исправления мира и верующие из народов через ешуа присоединяются к этому инструменту без осознания вот этой связки и тех повелений священных писаний которые вот я вам читаю изъясняю вся конструкция работает крайне плохо окей и так третий шаг который делает ешуа он восстанавливает взаимосвязь с богом посредством себя завеса разорвалась то есть плоть машеха была распята и люди могут войти в ту атмосферу которую когда-то потерял адам получили в распоряжение жертву которая с одной стороны вводит в завет на основании которого приходят господу он наших грехов не вспоминет более с другой стороны совесть наша может подсказывать что мы еще далеки до 100 процентов и мы можем просить господа благодаря жертве ешуа исправлять нас и это раскрывает нечто особенно ешуа раскрывает для нас священство на совершенно другом уровне уже не освещение который нуждается в ежегодном в емкий пур освещении а тот который всегда принят творцом и его молитва его ходатайство всегда находят ответ у господа мы получаем священника знак равно адвоката говорящего от нас перед великим судьей я не хочу касаться в этом разборе тех исцелений которые совершал ешуа это явные вещи когда он не пользуясь божественной своей конституции как некоторые говорят я не думаю что хотя по воде он был бог а хотя по узлу усталости падает изнеможение спать как человек когда пришел воплоти во всем был как воплоти и страдание всякие вещи переходил воплоти но исцеление он совершал тоже как человек послушный движение святого духа он так и говорит я вижу что мой отец делает и я делаю то есть он мне говорит а я делаю но вот это вот суть и именно вот эта вещь должна навести нас на одну интересную мысль если еще как некоторые утверждают был существом полу бог вы даже бог бога человек как говорят вот воплоти бога то есть часть частично поступал как бог частично этот человек то возможно предположить что вот он был такая субстанция и к нему подлетает грех и и как бы падает и осыпается на самом деле нет он был подобно нам во всем искушаем но не поддавшись искушению вот это вот разница и адам пал из князи в грязи а этот из грязи то есть из обычного из обычной позиции поднялся на престол божий мы читаем об этом в послании евреям 4 глава не такого первого священника мы имеем который не может сострадать нам в немощах наших он прекрасно понимает через что человек проходит именно поэтому мы можем просить у него но искушен во всем кроме греха то есть искушение атаковали его но грех он не сделал то есть у него было вот это вот сила его решение я останавливаю здесь дальше не продолжаю здесь мы должны поучиться у нашего мессии и также евреям 12 глава со второго стиха здесь опять ободряет нас автор взирая на начальника и совершителя веры нашей еще который вместо преднадлежавший ему радости претерпел крест пренебрегший посрамление и воссел одесную престола божия помыслите а потерпевшим такой над собой поругание от грешников чтобы вы не изнемогали и не слабели душами вашими ведь вы еще не до крови сражались наверное эти слова важно услышать сейчас во время пандемии когда многие заперты и чувствуют себя в изоляции возможно депрессируют я хочу сказать посмотрите на еще и укрепитесь от него мы продолжаем дальше разбор и здесь я хочу прокомментировать одно место которое и он говорит в 21 главе 25 стих здесь сказано многое и другое сотворил еще но если бы писать о том подробно то думаю самому миру не вместить бы написанных книг я немножко хочу переменить слова не то что невозможно все записать все возможно записать особенно сегодня посадили бы еще 10 секретарей и до опросили бы всех прошедших чудеса и законспектировали бы это не в этом суть суть что деяния ешуа были направлены не только на исцеление или чудотворение а на влияние на все творение таким образом что человеческий мозг просто не в состоянии этого воспринять то есть его движение его воскресение из мертвых включили такие процессы божественные процессы то о чем мы говорили в самом начале тикун олам исправление всего и хоть жертва машиаха и воскресение из мертвых тогда две тысячи лет назад она включила все но это больше как бы в таких таинственных нитях пронизывает всю вселенную в один день в один день с его возвращением она все включится и все осветится и все изменится и сила божья восторжествует подобно как временам восьмой главе с 22 по 23 сказано ибо мы знаем что все творение совокупно стенает и мучается до ныне мы тоже имея только начаток то есть почувствовал только часть того что ешуа сделал тогда 2000 лет назад мы внутри ожидаем усыновления искупления тела нашего искупления тела это в смысле я не говорю заплачено или не заплачено за нас до заплачено мы уже говорили об этом но изменения вот этих сверхъестественных пан павел этот момент комментирует по-другому не все мы умрем но все мы изменимся и будем подобны ему я хочу еще одно место писания последнее сегодня прочитать и прокомментировать его и на этом мы закончим наш тикун олам у кого будут вопросы вы просто напишите в чате и я попробую прокомментировать короче говоря это место из писания записано в ефесянах первая глава с 16 по 23 стих непрестанно благодарю за вас бога вспоминая вас в молитвах моих чтобы бог господа нашего еще о машиах отец славы дал нам духа премудрости откровения к познанию его и просветил очи сердца нашего чтобы мы с познали в чем застоит надежда призваний некоторые грядущий мир воспринимают как бог сидящий на троне и вокруг все сарфами в белых одеждах на самом деле невозможно духовные вещи описывать человеческим языком и можно только восклицать что грядущие намного славнее особенно то есть и не особенно тем которые свои жизни посвятили богу которые пользуются жертвой которую господь бог дал нам в сыне своем которые уповают на праведность божию на праведность ешуа и изменяются также сами делают правильные поступки по жизни и какое богатство славного наследия его для нас святых и как безмерно величие могущество его в нас верующих по действию державной силы его который воздействовал машинки воскресив его из мертвых и посадим одесную себя на небесах превыше всякого начальства власти силы господства и всякого имени используемого не только всем веке но и в будущем и все покорил под его ноги поставил выше всего главою здесь написано церковь в синодальном переводе но когда я слышу слово церковь и многие слышат слово церковь чаще всего возникает идея такого здания там где колокола бьются на самом деле это экклесия киева собрание великое собрание огромное собрание израиля и народов вокруг миссии над которыми он восторжествовал на сегодняшний день большинство израиля еще не признают машиха но какая-то часть мессианские верующие до признают и через них это милость машиха приходит к израилю и уверовавшие в господа не евреи должны понимать это и не относиться к израилю как еще к одной этнической группе и все покорил под ноги его поставили его выше всего главою народа божьего так бы лучше бы сказал который есть тело его полнота наполняющего все во всем короче говоря мы видим здесь невероятные позиции в которых сидит наш маших когда-то такая позиция была предложена адаму но он не смог выбрал почему-то другой путь в восьмом псалме сказано что ты думаешь о человеке что ты поставил его немного унизил перед ангелами на самом деле там не ангелы написано а написано немного унизил его перед элухим это записано псалом 8 5 6 стих и когда рассуждают это об этом месте то понимается двояко или господь приготовил место для человека прямо под собою выше разных престолов или элухим часто переводится как какие-то высокопоставленные сыны божьи о чем сложно говорить я уже говорил в предыдущем уроке и сегодня не тема на эту тему говорит какие-то сверх такие приближенные к богу то есть и человеческая позиция только под ними но это все равно нечто невероятное так вот еще воплотив воссел даже не дома там где находится престол божий по правую руку от отца чтобы предоставлять нам повторяюсь адвокатуру чтобы заступиться за нас чтобы миловать чтобы показать что в человеке он воссел там и это место всего человечества поэтому павел эфисяна говорит мы с ним посажены на небесах мы к сожалению не всегда такое переживаем но если мы ходим с ним то он дает нам это убеждение и еще раз друзья я был рад рассказать вам всю вот эту вот картину от падения три шага падения три шага восстановления какие-то вещи которые господь вводит какие-то праздничные даты которые он дает израилю чтобы провозглашать будущее воплощать будущее какие-то действия эпохи авраама веры моше тора когда совершаете высочайшее раскрытие бога и исцеляется то что случилось во времена ноя и ешуа который начинает компенсировать то что совершил адам приближая и приближая мы стали на путь истинные жизни чтобы приблизиться войти такое соединение с господом которое потерял там адам в саду и естественно как я уже говорю деяние 321 все будет чудесным образом исправлено ну вот наверно на этом я хочу и закончить хочу пожелать вам всем благословения короткая молитва в конце боже вот слова павла дай нам дух премудрости откровения и также дух решительности чтобы мы могли понимание наши воплощать как сказано кто чего достиг в том прибывай и господь будет открывать тебе больше желаю вам всем здоровья пусть бог хранит башем ешуа а машех